Ну что, будем начинать, что сделаться не может, может и закончим чуть пораньше. Предварительно вопросы есть? Ну я гост не нашел, свечки взял, это растопить можно будет? Нет, нужен воск. А здесь если в двух-трех узках, ничего страшного? Ничего страшного, главное чтобы был именно воск. Восковая свечка, которую я купил у посвящника. Это уже свечка, это не воск, это свечка. Я завтра принесу, это не беда, это не страшно. Буду объяснять, почему именно воск, почему не свеча, хотя многие топят свечи, но это неправильно. Энергетика людей уже вмешана, наверное. Нет, свеча это уже созданный продукт, свеча она уже наделена определенными свойствами, свойствами свечи. А воск это воск, остается воск. Ну это вот такие вот нюансы, из которых, в принципе, вся народная магия и складывается. Из вот таких вот мелочей. Народная магия, скажем так. С одной стороны она растиражирована, чисто внешне. Сейчас у нас очень много всяких бабок ведуней в 150 поколении, которые делают непонятно что, непонятно чем занимаются. И в то же время она остается сокрытой. В общем-то даже более сокрытой, чем какая-то восточная философия, либо, не знаю, гавайская хаопопоны и прочее. То есть получается так, что наше родное, наша родная, так называемая магия, наш инструмент, который на этих землях долгое время был, совершенствовался, его как бы не скрывают, он весь есть, если поискать. Но в то же время мало кто этим занимается. Последнее поколение настоящих бабок, которых действительно там учили, оно ушло еще лет 10-15 лет. Может даже еще раньше. То есть людей, которых действительно чему-то учили, учили с детства, их осталось очень мало. Ну, я надеюсь, что понемногу будем восполнять. А можно научить чужих, а не те, которые по роду переведутся? Буду объяснять, в чем разница. Можно научить чужих, но до определенной степени. Потому что, ну, тогда немножко вот такой вещи. Есть ведьмачество, а есть ведовство. Да? У нас есть ведьмачество и есть ведовство. В чем разница? В чем разница? В чем разница? В чем разница? В Ване будет знаховство называться. Ведь знать, учить, знаховство. А здесь, в мужском роде, будет, ой, колдовство. Ведьмак это, как, колдун? А, нет. Ведьмак это мужчина, который перенял силы от женщин. эти над силой видны но еще игрок такая в скором времени седал в чем разница и здесь и здесь есть сила и здесь и здесь есть но ведовство и знахарство это такой момент где в первую очередь ставятся знания знания ставятся на первый план знания передаются традиционным путем вербально обучаются то есть из уст в устал это когда бабушка берет внучку с детства с собой в лес и показывает где какая травка и от чего она лечит какое время года какое время месяца какое время дня эта травка будет наибольший результат в плане того что мы будем делать сливание воска здесь тоже идет очень канонизированная техника в обязательном порядке то есть все правила ритуала должны быть соблюдены ритуал должен быть соблюден от начала и до конца только вот по тем канонам которые передаваются здесь в основном собираются знания через знания человек получает силу с помощью которой он потом взаимодействует здесь идет через знания в народе это считалось именно эти люди считались представителями так называемых светлых сил так называемых светлых сил они чаще всего принимали людей они чаще всего помогали туда же относилась обычная мануальная терапия только наша национальная мануальная терапия она отличается во многом от восточной своей блаконичностью скажем так если кто-то знаком с восточными техниками мануальной терапии там процесс более долгий ну можно конечно сразу человека поставить да там процесс более растянутый то есть человека постепенно приводить порядок у нас всегда была патологическая мания экономить время потому что когда у человека болит ему нужно быстренько вставить позвонок этот на место вытянуть мышцу а потом уже разбираться из-за чего у него болит когда у то есть раз сделал все он пошел уже он уже готов к бою он уже готов к труду и обороне травничество сюда относится сюда относится работа с заговором и тогда много чего другого ведьмачество и колдовство отличаются тем что здесь здесь мы имеем немножко другой процесс здесь есть сила и передается в первую очередь именно сила передается в первую очередь именно сила то есть здесь передается из поколения от поколения через одно поколение это всегда это учитывать то есть если где-то где-нибудь в телевизоре вам рассказывают про родовую ведьму которая которая и мама родовая ведьма и бабушка и прабабушка и все ее сестры и вообще все подряд это скорее всего брехня потому что сила передается только через одно поколение во первых во вторых она передается только одному человеку в роду носителем будет только один человек обычно передается что передается так называемый родовой подселенец то есть это определенная сила с которой работают в этом роду часто такая сила передавалась то есть человека готовили понемногу объясняли но иногда могли быть вообще всю жизнь в частных встречах люди всю жизнь друг с другом то что называется в конкурс всю жизнь друг с другом в ссоре но перед смертью передающий все-таки призывая кому-то должен получить и передает обычно нужен физический контакт непосредственный перед уходом перед кончиной но я встречал такое что и без физического контакта у меня была клиентка рассказывала историю своей матери которой должны были передать и ее готовили с детства бабка которая должна была передать была их не соседкой какая-то дальняя дальняя родственница чуть-четырех юродная бабка кума в общем какое-то отношение по крови все-таки имела и вот женщина которые должны были передавать она узнала о том что передающая уже как бы при смерти но ехать в село отказалась не захотела ночь когда бабка умирала по ее рассказу она проснулась от жуткой жанны проснулась и увидела на столе стакан воды она подошла и несмотря на жажду всю эту воду вылила в раковину то есть таким образом отказавшись от принятия ну а на следующий утро знала что человек который передавал здесь к знаниям приходят наоборот через силу то есть человек сначала получает силу а потом начинает разбираться что же ему далее как с этим теперь жить как с этим теперь работать силы начинают его понемногу испытывать играть с ним тренировать тренировать и вот потом только через какое-то время получается знать о том как же с этим работать и так получается что данная категория она немножко сильнее здесь не обязательно не так обязательные каноны потому что идет работа через определенные силы это эти были в плане силы немножко слабее но они сильны своими знаниями потому что их этому учат с детства то то есть тот что этот понятия не имеет что он делает этот должен знать наверняка но зато у этого он может сделать от балды у него получится здесь нужно только вот четкие каноны то что ему передали кроме этого была ну существует и система и система и наработки этой самой силы и система развития определенных способностей потому что без способностей без силы все эти знания работать не будут так же как и без знаний все эти силы совершенно бессмысленно абсолютно в общем то если проанализировать проанализировать можно сказать что то что вот мы имеем в плане видов сквал то есть вот это вот наши народные культуры она очень схожа с шаманизмом скорее всего ее истоки где-то из шаманизма раннего который был на этих территориях потому что шаманизм сам по себе это так сказать самая древняя религия в мире то есть шаманы были в европе шаманы есть на севере везде практически вот здесь что-то спор поэтому была так называемая система подготовки то есть человек который работает с народной магией он должен в то же время обладать определенной даром ясновидения либо способностью ясновидения либо какими-то инструментами видения для того чтобы просмотреть что он вообще делает он должен обладать определенными знаниями геоэнергетики для того чтобы у него все это получалось чтобы у него эта вся сила не уходила как вода присутствует ну и так далее то есть это такой обширный пласт который на данный момент все свели к двум шепоткам плевку через плечо и так далее хотя все эти вещи тоже интересные тоже возникли не на пустом месте то есть любой ритуал это знание закономерности и наблюдение за закономерностями в течение многих поколений то есть именно наблюдая за закономерностями люди смогли смогли сотворить определенные ритуалы ну и как у нас сейчас любят цитировать бора по моему насчет того что взмах крыла бабочки где-то в гималая способен вызвать цунами где-нибудь на тайване еще деньги вот на этих принципах принципе и работает все это дело все это ведовство все это то есть понимание что нужно сделать для того чтобы получить нужный результат ну мы с вами будем в принципе этим заниматься потому что берите но для того чтобы начинать заниматься а еще вы не сказали вот это видовство это белые относятся а ведьмачество это какие всякие могут быть или только чудо или только или всякие это уже как раз то что называется в народе темными силами я знаю что есть определенные мужчины в халатах ну не те которые завела перед ловом а те которые еще в очереди там в женском ходе которые когда-то придумали что ведьма это ведающая мы возможно это было как-то изначально так но если мы возьмем нашу культуру наши сказки и так далее и посмотрим что как как ведьма выступает там ведьма всегда нет неоднозначный персонаж чаще всего негативно но она тоже может помогать она тоже может помогать она тоже может принимать людей она также может плечи вот то есть в принципе это ее выбор и и тут такой момент что она может делать пакости а из-за этого ничего не будет но ничего не говорят что по роду если передается именно то она даже обязана делать пакости не будет и будет уже и смотря что она взяла а если она сделать выбор и не будет делать хуже но она не имеет права просто есть которые почерники они обязаны ну понимаете здесь такой момент что это все ближе к истокам и она там архаичное восприятие то есть первобытное поэтому там восприятие добра и зла она немного отличается от нашего современного то есть попросить нашего современного мальчика вот тут вот с контрактовой площади заколоть свинью даже он голодный вот эти вот которые там ходят и помрёт с голодом с длинными бородами вот эти все разукрашенные попросите его заколоть свинью вот он будет голодный он этого в жизни сделать не сможет а в народной культуре это вполне нормально в селе а человека убить тоже нормально в народной культуре нет человек это другое человек это всегда другое это ненормально это никогда не считалось новым но если во время войны когда сжигали ведьм на решение ощущается то это было нормально да убить человек это в принципе у нас у нас такие да у нас топили и у нас это не было так массово потому что именно вот на территории украины части вот белоруссии мужчин больше нет 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 не то что мужчин больше чем жизнь не было такой сильной власти церковной и брат его инквизиции что да вот это вот инквизиции и я не было потому что не было такой вот сильной церковной власти я ходила на историческую лекцию по поводу у нас что в англии у них больше мало того что ее топили и связывали руки-ноги и топили если она не утонула ее тогда жига у нас нет у нас больше была политическая то есть если как бы нужно было кого-то обвинить и сфермы да то ли это у него жинка но вот таких вот исторических фактор сжигания или там убивания у нас не за но в европе скажем так это тоже было больше политического и сексуальный подтекст конкуренция врачей с церковью и так далее то есть там тоже это не всегда однозначно и генапфонд порушился в европе за счет того что уж и ушли красивых женщин у нас они снова будут остаться нет там тоже есть я кстати все говорят что они ушли я специально пронаблюдала несколько раз и посмотрел что есть у них нормальный прежде чем начинать заниматься прежде чем начинать заниматься нам нужно выстроить алгоритм с чего нам начинать и как нам вообще потому что когда вы начинаете свой путь мы должны начинать со следующих действий первым первое с чего вы будете начинать это чистка чистка от негативных энергий как сейчас любят говорить чистка от разного рода программ которые есть у вас лично и вашем роду в том числе поэтому чистка будет в первую очередь лично то есть у вас второе вашего окружения ваших близких ну и третье это место обитания то есть ваш дом квартира следующий момент следующий момент мы тоже будем рассматривать на курсе это защита все также по тем же самым пунктам то есть лично близкие место только после этого можно будет задумываться о том чтобы работать с другими людьми то есть принимать других людей посторонних людей для того чтобы не навредить ни самому себе ни этим самым людям поэтому ну еще так по касательной пройдемся насчет привлечения удачи привлечения денег вот привлечения партнеров партнеров нужных потому что в народе в принципе ритуалы существовали для всего в общем то ритуальным действием была практически вся жизнь то есть человек рождался ритуально ритуально роды это был своего рода ритуал принятия родов там где тоже было очень много всяких нюансов как правильно принять ребенка на свет даже не с того начиная с того как ребенка зачать какое время в каком месте лучше его зачать и так далее как его выносить правильно чтобы ребенок родился и прожил счастливую жизнь проводы в армию враг смерть то есть все это было ритуал вплоть до того что приготовление пищи это тоже своего рода ритуал который создавал многие вещи они как бы утрачены многие вещи остались но непонятно зачем вот к примеру такая вещь на проводах в армию мужчине ну парню его мать либо его старшая сестра завязывает платок при нем и дарит ему платок и он идет с этим платком в армию потом когда он приходит из армии у него на глазах этот платок а на узел вяжет правильно для чего это что это понять как защита может да это как охрана охрана считается ну да наверное я в смысле она развязывает да потом ну так завязывает а потом так развязывает потом развязывает аааа да своего рода защита но это уже как раз вот из того момента что приобретенная то есть недопонятая может быть это мыслеформа уложенная определенная на самом деле мыслеформа там тоже должна присутствовать потому что это делается с определенными словами на самом деле здесь немножко иначе есть такой синдром афганский чеченский донбасский и так далее когда человек приходит он видел много крови он видел много нехороших вещей и ему тяжело перестроиться так вот когда он уходит его к этому готовят и завязывают в конце этих приготовлений завязывают этот узел и все и он понимает что вот он уже так он уже в этом узле он уже идет на войну когда он приходит при нем развязывают этот узел и он понимает что он вернулся домой у него переключается то есть работа с разного рода состояния состояние войны состояние мира в случае у человека не возникало вот этих вот самых синдромов то есть он потом не бегал за женой с топором ему не снились кошмары ну как бы для того чтобы не снились кошмары к примеру у того же самого запорожского казачества была традиция хождение по углу то есть отвязывание мертвяков когда проходили по углям и отвязывали все то что могло нацепляться вот причем младшая часть казачества проходилась по углям старшая часть проходила через стену но это такое первое с чего мы будем начинать с чего мы будем начинать именно практической части это заговоры 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 либо так чтобы объединенно все и заговоры и наговоры и шепотки все это совершенно разные вещи можем определить это как сила слова сила слова которые тоже имеют определенные законы имеют определенные законы в общем то вот эта самая народная магия она везде немножко отличалась в любом каждом регионе она немножко отличается но если взять к примеру территорию на которой мы живем то есть территорию современной украины здесь проявление вот этой самой мысли формы да оно получалось через слово получалось через замер в общем то одна из версий названия славян почему славян называют славян это как раз вариант того что это люди которые владеют словом люди которые через слово способны общаться с миром через слово способны творить чудеса то есть через слово способны магичить есть версия что язычники кто на язык возможно 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 тоже поэтому именно на этой территории в большей степени было именно работа через слово если брать какие-нибудь скандинавские страны Прибалтику там шло шла работа через написание через начертание то есть руны при этом руны существуют скандинавские руны существуют английские руны существуют литовские и еще много то есть все вот это побережье северные моря они все имели определенные рунические рунические формы если брать все тех же англичан то там еще была такая вещь как даже не знаю как это назвать магия эквилибристики что ли когда проговаривание еще сопровождалось определенным движением ну это уже не раз мы будем работать именно словам если взять заговор любой заговор это проявление мысли формы то есть это когда человек мыслит и проговаривает то что мыслит либо проговаривает и в то же время видит то что он проговаривает то есть работает с этой так называемой мысль формы Заговоры имеют свою структуру Имеет свою структуру, заговор имеет, в общем, имеет почин, узачин и тело. Подождите, писать. Я же не сказал, где что. А потом потеряемся. Как вы думаете, где что? Сначала зачин. Потом тело, потом почин. В общем-то, граждане, которые называются филологами, они говорят, что зачин и почин – это одно и то же. Филология у нас в Советском Совете развивалась, поэтому, как бы, говорить они другого и не могли. Но починешь. Поэтому это начало. Но если вы понимаете украинскую мову или белорусскую мову, то для вас не будет загадкой, что такое почин, что такое зачин. Потому что украинская мова «почин» – это то, что начинают, а зачин – это то, что начинают. Вот и всё. Теперь знание языка исконного… Тогда почин вперёд? Да. А когда почив, почив – это же помер уже. Ну почив – это уже помер. Это уже конец тогда. Закрывают. Это же уже закрывают. Я оттуда думала, например. Почин – что туда относится? Это такая вводная часть. Вводная часть заговора. Обычно туда относится обращение к определённым силам. То есть указывается, к кому вы обращаетесь, в первую очередь. Указывается, кто обращается, либо для кого обращаются. Это точный взгляд. Это точный взгляд. Это точный взгляд. Указываются участники. Заговоры. Возможное слово «заговор» тоже отсюда. Да. Заговор между определенными участниками, определенными силами и человеком. В теле указывается запрос, то есть что должно исполниться. Указывается, кто это будет исполнять еще раз. Указывается, как это будет исполниться. Указывается, как это будет исполниться. Оплата. Кто что получит в результате. Иногда обещание взятия на себя обязательств. Необязательно. Или обетов, хотите сказать? Да. Обязательств, обетов, за руку. Необязательно, или? Это не обязательно, но иногда указывается. Ну и финальный закреп, так называемый, или закрытие. То есть, если вы какие-то заговоры читали, обращайте внимание, что там в конце есть проговариваются некие слова. Замки. Да, замки. Моё слово будет крепко, как камень, алатырь. Рот, замок, ключ, язык и так далее. Да будет так. Разного. Да будет так. Это такое слабенькое. Да будет так. Вот. И в принципе, в принципе, вот такая вот слабенькая. Но. Все не так просто. Потому что заговоров даже в интернете написано очень много. В книжках напечатано тоже много. Но не всегда работают. Но не всегда работают. Ну да. А чаще всего и не работают. Вообще рекомендуется, ну, или свой можно придумать. Ну, это само-самое. Об этом очень важно. Есть определенные условия для того, чтобы заговор работал. Первое условие. Возможно, самое трудное. Возможно, самое трудное. Называется право. Это значит, что человек, который работает с заговором, не имеет права брать. Вообще. В заговоре или по всей жизни? В жизни. В том-то и дело. При этом он не имеет права брать другим людям. Но это еще так себе. Это еще просто. Не брать другим. Можно где-то промолчать. Можно где-то... А промолчать это же не врать? Конечно. Это просто промолчать. Не договорить. Не договорить. Не участвуют разговоры. Не договорить это уже лукавство. Это уже можно тем, которые были здесь с левой кожи. Это уже тем. А самое сложное, это не врать себе. Самое. Да. Ну, это... Думаю. Следующий момент, который, в принципе, вытекает же отчасти из первого. Это взятие на себя определенных обетов и зарок. И самое страшное, это их исполнение. Что такое обет, что такое зарок? Знаете, чем они отличаются? Обет — это обещание что-то делать. Дай мне Божию. Я тогда вот... Не знаю. Церковь тебе поставлю. Сычу поставлю, да? Сычу поставлю, как мне. Сычу поставлю. Вот. Если взял обет и не выполнил, но с тобой не буду после этого работать. Можешь туда уже больше не звонить. Туда уже можешь не обращаться. Следующий момент — это взятие зароков. Зарок — это обещание чего-то мне делать. То есть, когда вы обещаете чего-то мне делать. Ну, это все о том же. Все о той же плане, скажем так. Следующий момент... Следующий момент... Тоже такое, чисто техническое. Это открытое горло. Какая горло? Что-то имеется в виду. Что имеется в виду? Горло, горло. Какая-то там чакра эта. Не помню, какая. Кто знает, какая. Пятая, да? За что она отвечает? Ну, по-разному. Обычно за речь, за... Донесение информации. Речь, донесение информации. Страхи, страхи, ну, это да. Искусство. Что имеется в виду? Когда вы начинаете читать какой-то заговор, вы должны его помнить наизусть, и он должен лицать, как... Как музыка. Сэндонас, да? Середина, да. То есть, из души лицать. Если у вас закрытое горло, если вы слово не можете произнести в присутствии другого человека, то о каких заговорах может уйти? То есть, если вы элементарно стесняетесь. Кроме того, это всё ещё о той же самой чистке и защите личной. То есть, человек, у которого много личных, там, скажем так, психологических зажимов, ему тяжело с этим работать. Каким образом это устранялось? Такая вещь, как элементарно пение. Когда вы пели в последний раз? Вчера. Сегодня утром. Обычай. Отлично. В караоке? А, нет. Просто ходила, что-то делала и пила. Вот. Вот это тот момент, который, в принципе, сопровождался... Раньше любое дело сопровождалось пением. Люди пели, когда что-то делали по дому, люди пели в поле, люди пели после ужина. Я, к примеру, заставил ещё у нас в семье было, что после того, как поужинали, бабушке, у неё было 5 детей, и вот все садились, все пели песни. Люди пели на войне, люди по песне узнавали друг друга. То, отчего, что сейчас, скажем так, проявлено в меньшей степени, и люди не знают, что это тоже определённого рода язык, и... как сказать? Передача информации. Передача информации. Возможность узнавать своих. Для примера, песня, которую вы хорошо все знаете, «Наш национальный дух». Откуда он взялся? Зачем он был написан? Песня, по которой узнавали друг друга в девятнадцатом веке борцы за независимость. То есть человек, который встречал, то есть для того, чтобы узнать друг друга, он мог начать петь песню, а продолжает уже песню... Следующую. Да, следующую. Ну и наспивающую песню, вот, когда он читал описание одного из... Ах-ах-ах-ах-ах... В общем, по Харькову ехал и наспил его песню. И вот узнавание друг друга только за счёт того, что человек откликнулся на песню. Подобное было у казаков. Казаки, когда шли в бой, они в бою, у них была мгычка, у них была определённая песня. Ну, песня не со словами, а песня, скажем так, ну, само слово мгычка, я думаю, говорит она. Определённая интонация. И вот определённый шум создавался в каждом подразделении свой. Человек, потерявшись, где-то отстав от своего десятка, он мог свою десятку, свою сотню найти. Просто на слух. Услышав, что вот там вот та песня, наша песня, он туда быстренько догонял своих. Ну и в общем, много таких моментов. Открытое горло. Ну и следующее, следующее, это вот те самые мысли-форма, мысли-интез. Чем мысли-форма отличается, хорошо, чем мыслительный процесс отличается от думательного процесса? Думательно, это просто психический такой процесс. А мыслительно, это какое-то понимание ещё приходит человеку. Какие-то картинки внутри ещё. Процессы. Это определённые картинки в голове. Это когда вы мыслите, у вас как бы разыгрывается определённый сюжет, кино в голове. Вот когда вы читаете заговор и вы видите то, что вы читаете, вот это называется вынесение мыслевого образа. Ну его можно право вынесить. Вот это вынесение того способа. Весь готовый результат? Ну нет, полностью весь сценарий. Ну да, процесс. Вам в детстве сказки читали? Угу. Вот когда вам читали сказки, у большинства из вас фантазия работала на полную. И вы всё это прекрасно видели. Правда? То есть всё, что вам рассказывали, вы это всё видели лучше, чем в любом мультике. То, что современные дети могут потерять категорически, потому что сейчас всё воспитание очень часто заканчивается мультипликацией. Мультик поставил ребёнку на ночь, он смотрит, в голове ничего не происходит, он засыпает. То есть никакой мысли формы не происходит. Опять же, в сказках очень много чего зашифровано. И, в принципе, описание сказок наших, оно очень похоже на описание шаманских путешествий. В принципе, вы любую сказку возьмите. С того, что я люблю в этом плане как пример приводить, это... Ещё раз, описание сказок, это описание... Шаманских путешествий. А, шаманских. Это где-то на уровне подсознания, где-то на уровне наших архетипов мы сказку воспринимаем. Потому что она заложена и так. ребёнка. Вот из того, что люблю как пример приводить, это... Ну, взять того же самого категорошку. Обычная сказка. В принципе, абсолютно нелогичная. Куда-то пошёл, кого-то убил, зачем-то куда-то спустился. Но там есть такой момент, что борьба со змеями, во-первых. Вы, если возьмёте любую культуру, в любой культуре, либо любое первое шаманское путешествие, описание первого шаманского путешествия, и там будет похожий сюжет. Когда человек погружается куда-то вниз, куда-то в нижний мир и борется со змеями. Борется со змеями, то есть борется с собственными страхами, собственными какими-то нерешительностью. Гипнозами. А? Гипноз уже на нашем языке. Это больше блоки, скорее всего. Больше. Ну, страхи это. Да, больше блоки, страхи. Да, то, что не даёт двигаться вперёд, развиваться. Ну, и самогипноз. При этом, опять же, чем больше ты рубишь голову этому самому змею, больше у этого змея голову отрастает. Пока здесь не найдёшь универсальный способ, чтобы их прижигать. Ну, это уже нужно поискать. То есть, должна, должен заговор подкрепляться, сюжет подкрепляться, мысли в форме. Что это даёт? Это даёт вам нужное состояние, нужный настрой. Вы настраиваетесь на то самое состояние, на которое был настроен человек, который этот заговор когда-то придумал, когда-то его открыл. Вы настраиваете человека на нужное состояние. Он также настраивается на то состояние, в котором он сможет себе же помочь. Ну, и это, скажем так, визуализация. Современные уже, современные эзотерические методы. То есть, заговор только наизусть, да? Читает, нет. Заговор, да, читается только наизусть. Если вы его читаете наизусть, то здесь, опять же, самое важное будет тот момент, о котором я говорил. Последний. Чтобы вы видели картинку. И там уже, даже если вы собьётесь и немножко скажете слово иначе, в принципе, это не так критично. Главное, чтобы вы понимали и видели то, что вы говорите. То есть, чтобы вы с этим образом могли работать. Вот таких вот четыре условия. Всё очень просто. Почему? А у вас есть вопросы? Да. По ведовству и по ведмасту. То есть, если вот ведовство, я знаю, что я делаю, и это приводит к какой-то силе, то ведмасту, я сейчас конкретно в контексте заговора говорю, то ведмасту, получается, сила добавляет вот этот... Дрова в огонь, да? И он уже начинает дополнительно что-то видеть, перезагрузировать. Там, скорее всего, не будут работать с заговором. Там работают на эмоциях. То есть, человек эмоционального посыла достаточно для того, чтобы кому-то навредить, либо кого-то улечить. То есть, это что в спину сказанное проклятце, а того и все, и до человека, да? Там уже слова не имеют такого значения. Тут уже общение с вот этой самой силой, с которой он живет, с которой он взаимодействует. А эти силы, они больше понимают как эмоциональный посыл, лучше, чем какие-то слова. Но они больше вообще понимают, если ты концентрируешься на человеке, если ты работаешь, конкретно работаешь, да? Они же должны понимать, с чем и что они должны, какая их миссия. То есть, получается, им родовой подселение помогает во всем, да? Ну да. Не надо обзывать его так, он помощника не подселит. Илья, ну как бы ты сказал, что я поддарила. Друг дарила. Тут, пожалуйста. По сути, да. По сути, это подселенец. По сути, это подселенец. По сути, это бес. Да. Ну, если вы говорите церковным языком, то да. Да. Это бес. А домовички, например. Если вы боитесь бесов, то какого беса вы сюда пришли? Это немножко курс такой, что здесь... Рано или поздно вы сможете с этим столкнуться. Что... Что в церковь сходить нужно, я сразу думаю. Да. Что... Это не помогает. Все равно еще можно. Я думаю, что там встретит. Там, знаете, сколько. Ох. Сбили немножко. На счет родового подселяться. Дело в том, что когда человек его получает, у него начинает меняться психика. Немножко. Сначала по немногому, потом конкретно. То есть, она приходит в состояние, близкое к состоянию его предков. Она... У него размывается понятие добра и зла. Оно у него совершенно отличается от общепринятых. Скажем так. В каждую эпоху. В каждую эпоху. Да. В общепринятых каждую эпоху. У него оно где-то падает до первобытного уровня. То есть, хорошо и плохо это его личная позиция. Ему либо хорошо, либо плохо. Остальные? Остальные, ну, как-то... Как хотите. Остальные это уже его личные отношения. Если это свой человек, то имеет значение. Хорошо, либо плохо. Если это чужой человек, без разницы. Еще вопросик. Может быть комбинация ведичества и ведовства. Да, помню. Потому что ты же можешь владеть силой и мыслью формой. Может, но тут такой момент, что да, если человека изначально готовят, его обучают с детства, что очень большая редкость, а потом передают силу, и он уже понимает, что с этой силой делать. Чаще всего силу передают, человек не понимает, что с ним делать. чаще всего получается. Потому что, ну, на самом деле, вот этих передач, их не так много, как нам сейчас многие показывают в интернете. Сейчас, кого не возьми, кажут. Родовая бабка, потомственный колдун, и так далее. На самом деле, это довольно-таки большая редкость, потому что тех, кто уходил, они очень многие не передали. был долгий советский период, когда люди умирали, умирали в муках и без возможности кому-то что-то передали. опять же, которому должны передать, он-то видит, как его родственник живет, но он не всегда хочет так же жить. То есть, он не всегда хочет принимать. Потому что, это очень большая нагрузка. Он уже за все платит, нужно понимать. ты будешь зависим от этих сил, так же, как и они у тебя. И тебе придется, не знаю, принимать людей, например, всю жизнь. Попробуй только от этого избавиться. Практически не возьми. Ну, в общем, вот такого плата. Ну, работаешь с силами, то, в принципе, ведовству тоже может быть, да? Да. Духи леса, там, ручки. То, что касается ведовства, там тоже идет определенная работа с силами. Ну, скажем так, с силами общедоступными, со стихиями, с силами природы. Помните, я спросил у Ясеня, и так далее. И пошел с деревьями разговаривать. То есть, человек, да, точно так же приходит к общению, но там нету взаимной зависимости. Это такое, деловое, 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 вместе что-то сделали, ну и разбежались. Каждый получил то, что хотел, и разбежались. А здесь получается так, что в ведьмачестве на всю жизнь. И, ну, в некоторых сказках, либо так сказать, были, описано вплоть до того, что этим самым силам давали самые разнообразные задания, невозможные, только для того, чтобы от них отбавиться. Вернее, чтобы их чем-то занять, чтобы они не занимали человека. Ну, там, к примеру, плести из песка веревки. Задача. Вот, пока вы здесь не сплетете веревки, меня не трогайте. И они пошли сплетать веревки. посчитать все звезды. Волосы на голове. Да, волосы на голове. И так далее. В общем, вот такого планка заданий, для того, чтобы человеку хотя бы дать отдохнуть какое-то время. В общем-то, в общем-то, начало, конечно. Ну, а теперь идем дальше. по чему-то, по чему-то. Да, по чему-то есть. Давайте здесь.